Четыре недели съемок, шесть городов России, три съемочных группы, 140 сотрудников, 10 серий, 250 минут о работе, о взаимодействии с коллегами и клиентами, о личных и командных победах, о трудностях и преодолении, об успехах и вдохновении. Итак, мы показали и рассказали о работе всех ключевых подразделений «Метро-Россия», познакомились с ними лично, увидели их работу, сложили свое представление о структуре и функционале. Но за кадром, помимо этих десяти серий и смешных моментов в конце каждой, осталось еще кое-что. Некоторые ответы на серьезные вопросы, не вошедшие в сериал. Еще немного, и вы их услышите. Мы думаем, что расставание с героями сериала должно быть именно таким. Потому что завтра мы снова встретимся на любимой работе. И мы знаем, что никто из нас не скажет «Я не из этого дела». Компания «Метро» уникальна тем, что она выстраивает свои процессы с очень высоким качеством. У нас есть много внутренних требований к процессам, к продукции, для того, чтобы в конечном итоге удовлетворить требования наших клиентов. «Метро» активно внедряет новые технологии. Открыто для всего нового, для внедрения новых инструментов и лучших практик. Это уникальный формат. Мы сочетаем в себе под одной крыше обслуживание нескольких групп клиентов по нескольким каналам. И, кстати, наша ценовая политика тоже отражает вот эту мультиканальность. Это является, наверное, ключевой такой отличающей чертой, которая помогает нам, в том числе и какие-то кризисные времена, быстро переключаться между каналами и, соответственно, не терять свои позиции на рынке. В «Метро что хорошо» — это очень понятные и четкие цели, которые есть, которые легко каскадировать, которые прозрачные и которые очень просто внедрять в команде единомышленников. Компания «Метро» делает особенным то, что очень тщательно соблюдается законодательство. И мне кажется, это очень важно, что «Метро» как работодатель — очень ответственная компания, на которую можно рассчитывать. У нас очень классное руководство, которое заботится о своих сотрудниках. У нас очень хороший соцпакет, что тоже очень немаловажно для работников. Я могу сказать, что так комфортно, как в «Метро» мне нигде не работалось. Это прежде всего организованность процессов, людей, доброжелательность. И у нас какая-то такая вот особая атмосфера. Для меня компания уникальна и особенно тем, что она очень много вкладывает сотрудников. Конечно, в этом должна быть заинтересованность еще и самого сотрудника. Во-первых, высокая корпоративная культура. В том, что здесь все друг друга уважают, здесь все равны, есть забота о каждом сотруднике. Мы все дружно понимаем, что мы делаем одно дело, что мы одно целое, одна семья, я бы сказала. Первое — это, конечно же, люди и команда. Все очень заряжены на какое-то дальнейшее развитие, как личное, так и развитие компании. И второе, что компания дает достаточно возможности для развития, причем в разных областях дают возможность приносить свои идеи. И наши руководители, они всегда приветствуют все эти идеи. У компании «Метро» также очень сильный корпоративный дух. Менеджмент компании очень много внимания уделяет своим сотрудникам. Можно обратиться с любой просьбой, с любым пожеланием, любой проблемой к своему менеджеру, и твоя просьба или пожелание будет услышана. Предпринимательский дух, мне кажется, и такая команда единомышленников-достигателей. Очень люблю свою компанию. «Метро» — это второй дом, можно сказать. Для меня компания — это, естественно, не стены, окна и так далее. А в первую очередь это наши люди, настоящие профессионалы своего дела. Помимо этого, конечно, интересные задачи. Это, наверное, самоотверженность и вовлеченность самих людей. Я считаю, что команда у меня очень сплоченная. Они все разные. Наверное, в этом и прелесть, что мы дополняем друг друга. Я люблю работу за людей, которые в ней работают. Потому что те цели, которые мы выполнили, это была командная работа. И это нам стоило очень больших усилий, чтобы достичь первенства. Вдохновляет команда, сотрудники, которые готовы выкладываться на полную катушку. Интересно, на самом деле, работать, потому что подход к качеству и безопасности компании «Метро», он действительно заслуживает уважения. И стратегический подход именно в области обеспечения качества — это не слова. «Метро» здесь меня слышат, здесь меня всегда услышат. Я могу предлагать какие-то новаток, какие-то идеи. В 90% случаев это всегда поддерживается. Все ценности «Метро» очень созвучны с моими ценностями и с моими внутренними убеждениями. Какие-то победы. Победы, когда есть какая-то задача, которую, может быть, кто-то говорил, что не получится сделать. Ты сделал, и ты получаешь обратную связь от клиента и от магазина. В работе меня вдохновляет успех, которого достигают мои коллеги. Меня вдохновляет постоянный движ, который здесь у нас происходит, и постоянная работа. Работа и работа. Результат. Мне нравится результат. Мне нравится видеть удовлетворенность после того, как мы сделали какое-то, на первый взгляд, нереализуемое дело. А еще я больше всего люблю, когда в любом проекте принимает участие много людей, потому что наш успех — это, в первую очередь, успех команды. Работа в «Метро» позволяет реализовывать креативные и перформансы идеи в рекламе. В работе очень нравится то, что это разноплановая, креативная деятельность, которая может включать самые разные моменты. Это и дизайн, это и креатив, это и технические возможности, технические решения. У «Метро» все детально. Детальный подход во всем. У нас ставятся интересные задачи. «Метро» смотрит шире. «Метро» смотрит с опережением. Для меня любимое в работе — это видеть прогресс и успех всех наших отделов. Что я люблю в своей работе? То, что я свидетель того, как растут и развиваются люди. Это настолько дорогого стоит, что я говорю, что я не работаю, я занимаюсь своим хобби, и за это еще получаю деньги. Мне очень нравится в моей работе то, что я могу заниматься любимым делом. Я вместе с другими сотрудниками, с нашей аудиторией узнаю сам, чем живет наша компания, чем она занимается. И что мне еще нравится — это все приходится делать на двух языках — на русском и на английском. И это отличная языковая практика еще. Нравится лояльность компании к сотрудникам. Здесь есть все возможности для профессионального и личностного развития. Я очень люблю компанию «Метро», я очень лояльна к компании, действительно работаю очень давно. И здесь меня восхищают люди отношения, взаимоотношения, культура компании в первую очередь. Когда ты получаешь удовольствие, ну, во-первых, от того, что ты делаешь, а во-вторых, тебе близка и понятна история компании, это вот тот симбиоз, который приводит к хорошему результату. Это крупная компания, компания вдохновляющая, компания, у которой есть цели, стратегия, виден результат, и все нацелены на его получение. Это общение с людьми непрерывное. И мне очень нравятся люди, которые работают в «Метро», потому что это все очень вдохновленные, очень идейные люди. У нас действительно присутствует культура, что если к тебе обращаются за помощью, то ты обязательно поможешь. Даже если ты не знаешь, ты будешь вместе с человеком искать какое-то решение, это дико круто. Люблю «Метро» за людей, которые здесь работают. Люблю за вовлеченных, позитивных, профессиональных моих сотрудников, мою команду, которая всегда во всем меня поддерживает. Спасибо руководству, которое тоже нас всегда поддерживает, трудную минуту никогда нас не оставляет. Я люблю свою работу за то, что каждый день я встречаюсь со своими клиентами, обмениваться хорошим настроением, принимать от них какие-то пожелания, сделать их бизнес и настроение лучше, тем самым помогать их развитию и, соответственно, развиваться самим. А также благодаря своему коллективу каждый день приходишь к своим девочкам и напитываешь их какой-то полезной и правильной энергетикой, получаешь от них такую же обратную связь. Больше всего мне нравится в моей работе этот уровень свободы, который я имею в принятии решения. Я работаю в креативной команде. Мои коллеги очень открыты всегда к новым идеям и всегда готовы выслушать и помочь привлечься к любому новому проекту, который генерирует нам общую выгоду для компании как со стороны доходности, так и со стороны оптимизации. С одной стороны, большой уровень свободы, а с другой стороны, это фундамент, аналитика, с тем, чтобы на цифрах свои гипотезы подкрепить. И вот самый интерес — это вот этот вот микс творчества, наверное, и подтверждение цифрами, что то, что мы делаем, это интересно, полезно клиенту и, как следствие, нашей компании. Компания «Метро» еще отличает тот факт, что сотруднику предоставляется свобода. Свобода вышления, свобода реализации своих идей. Не только на том участке, в котором он работает. «Метро» — это любовь с первого взгляда. Я устроилась сюда сразу после окончания института. Это энергия, динамика. Очень классные люди, которые здесь работают, они держат компании и мотивируют развиваться дальше и дальше. В нашей работе, поскольку она действительно очень динамичная, постоянно случаются форс-мажоры, в нештатных ситуациях очень много. Спокойные дни за все свои годы работы в «Метро» я могу предсчитать, наверное, на пальцах, но скажу за себя, что ты настолько к этому привыкаешь, настолько привыкаешь быть на драйве, что уже без этого жить невозможно. В моей работе мне больше всего драйвят интересные задачи, потому что каждый день они разные, и в которых я могу как-то покреативить, придумать какое-то нестандартное решение и сделать так, чтобы хорошо было всем. Мне нравится в моей работе разнообразие, потому что у меня вопросы от вот такого до вот такого, и все они очень нестандартные. В моей работе мне больше всего нравится элемент неожиданности. Это всегда в тонусе, а это как раз очень заряжает. Это огромное количество новых вызовов, это огромное количество интересных задач. Как я думаю, для любого логиста, будь то он транспортный, будь то он складской, это то, ради чего работает его мозг. Решение головоломок. Мы своеобразные детективы, которые решаем какие-то сложные задачи, которые не могут решить другие люди. Но драйв в жизни получает коммуникации с людьми. В продажах, если ты не любишь людей, малая вероятность, что ты будешь успешным. Я кайфую от того, как выглядят твои глаза, какой результат ты показываешь на своем рабочем месте, как ты после обучения драйвишь то, чем занимаешься каждый день, когда я вижу, что ты осознал что-то новое, и у тебя есть больший выбор принятия решений. Самое главное — любить то, что ты делаешь. Если ты это любишь, ты сможешь дальше продать свою любовь любому другому участнику твоего рынка, твоих переговоров. Неважно, в торговом центре ты находишься, на переговорах с клиентом. Главное — это любить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова